Школьникам Тверской области будут рассказывать о пользе раздельного сбора бытовых отходов. Экологические уроки для учеников разных возрастов были подготовлены студентами юридического факультета Тверского государственного университета. Лучшие работы были показаны во вторник, 27 октября, в общественной палате Тверской области. На презентации присутствовала съемочная группа нашего телеканала. Мы акцентируем внимание на том, насколько много мусора скапливается и каким образом складирование мусора вредит окружающей среде. Студент третьего курса юридического факультета Тверского госуниверситета Виктор Некрасов – один из авторов урока для школьников по теме раздельный сбор отходов. Вместе с однокурсниками Виктор разработал план занятия для ребят средних и старших классов, а также создал презентацию, которую в скором времени должны увидеть учащиеся образовательных учреждений Твери. Закладывали идею развития у молодежи сознательности в вопросах раздельного сбора мусора и его сортировки для последующей утилизации и реализации национального проекта «Экология» в более эффективном виде. Мы применяли инновационные методы обучения, как, например, интерактивная игра, раздаточный материал, общая ориентированность на аудиторию. В общей сложности в рамках социального проекта «Экологическое просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами» студентами дверей было подготовлено 9 экологических уроков. Все они касаются проблемы раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Как отмечают организаторы, проект получил поддержку правительства Тверской области и направлен на формирование экологической культуры детей и молодежи Верхневолжья. Как осуществляется раздельный сбор отходов? Зачем он нужен? И какие последствия в себе несет? На эти и другие вопросы отвечают в своих презентациях авторы уроков. Качество представленных работ на конкурс было очень высокое, и все большие молодцы. И вы знаете, отрыв был буквально 2-3 балла команд друг от друга. Поэтому мы считаем, что все участники уже победители. Лучшие работы выбирала авторитетная жюри. В числе его участников члены общественной палаты Тверской области, представители регионального оператора по обращению с ТКО в Тверской области. Как признаются в компании «Тверь спецавтохозяйства», они во многом были удивлены уровнем подготовленности студентов по заявленной теме. Они действительно попытались понять, что у нас происходит на практике. И я вижу, что многие из них и практикуют этот опыт. И использовали наши материалы, наработки. В общем-то, я благодарна, что они действительно очень основательно и ответственно подошли. Как рассказали организаторы конкурса, в скором времени уроки, которые были подготовлены студентами Тверского госуниверситета, услышат школьники областной столицы. Если позволит эпидемиологическая ситуация, первые занятия пройдут уже в середине ноября. Планируется, что подобные экологические уроки станут для нашего города регулярными. Впрочем, речь идет не только о Твери. По словам представителей общественной палаты Тверской области, уже известно об интересе к подобным урокам со стороны некоторых школ Калининского района.